здравствуйте дорогие телезрители в эфире программа новое качество жизни с вами ее ведущие артур сагаманян и василий богданов спасибо артур здравствуйте друзья сегодня у нас в гостях профессор академии народного хозяйства и государственной службы при президенте россии академик российской академии наук абелла генбегян здравствуйте белки завич сегодня мы открываем цикл программ посвященных новому качеству жизни есть даже такая государственная программа новое качество жизни это огромный комплекс вопросов которым сейчас заинтересована и руководство страны ну и касается каждого из нас а как сегодня построить систему здравоохранения систему взаимодействия людей с окружающей средой вот с тем давлением которое оказывается на окружающую среду до в условиях стрессов и прочее прочее сегодня мы попробуем дать такой обзор да и вот тем более что у вас как раз книга только что вышла посвященная вопросам демографии здравоохранения в россии вот чтобы вы сейчас сказали как обстоит дело с вот тем что мы с комплексом понятий которые можно назвать новое качество жизни первое что нужно принять во внимание что мы только что вышли из двухлетней рецессии да когда у нас основные показатели доходов и потребления сократились 10-15 процентов за последние два-три года речь идет о реальных доходах о реальной зарплаты о конечном потреблении домашних хозяйств о розничном товарообороте поэтому первое что нам сейчас надо делать это нужно восстановить доходы прежде работающим пенсионерам у которых тоже упали реальные доходы поскольку мы полностью не индексировали пенсии вы знаете и конечно другого населения у нас увеличилось на 5 миллионов человек бедность в последние два года то то есть тех людей которые получают душевые доходы ниже прожиточного минимума нам нужно сейчас преодолеть бедность и без этого не может быть экономического роста потому что экономический рост предполагает спрос ну и никакого качества жизни конечно да поэтому вот это вот такая злободневная насущная задача но если теперь перейти собственно качество жизни то на первое место я бы поставил вопроса здоровья это самое ценное что у человека что у человека есть это жизнь жизнь человека не зависит от здравоохранения только причем здравоохранение я бы сказал даже не главное не менее существенно как человек относится к своему здоровью причем здесь здравоохранение если вы не ходите не проверяетесь если вы ведете такой образ жизни который ухудшает ваше здоровье на мой взгляд тут два комплекса вопросов первый комплекс вопросов это то что ну когда-то например была система диспансеризации регулярная так сказать работники всех предприятий советского союза регулярно проходили обследование это одна история до 2 история это в общем была достаточно сильно развита система физкультуры я вот подчеркиваю небольшого спорта не спорта высоких достижений а физкультуры и нормы гт о и при каждом вузе так сказать и при каждом предприятии какие-то дни здоровья что-то еще и во дворах там дворовые коробки это тоже сейчас инфраструктуры не существует не но сейчас есть фитнес-клубы до их занимать клубы там эти самые какие-то площадки искать что-то еще это как бы одна часть и в то же время да я абсолютно согласен как сами люди пользуются не пользуются самые главные вопросы ради этого мы до отношения людей ведь физкультура это ваш выбор ваша нельзя заставить если вы не хотите я бы поставил в качестве жизни на первое место это вот здоровье долголетие на что у нас происходит со среднем со среди продолжительность если сказать грубо и правдиво то самое худшее что есть в россии из показателей уровня жизни это здоровье и это продолжительность жизни у нас средняя продолжительность жизни в шестнадцатом году семьдесят один и шесть десятых года у мужчин не в среднем среднем у мужчин немножко больше 66 лет у женщин немножко больше 77 лет а в среднем я сказал это продолжительность жизни развитые страны прошли в начале семидесятых годов 45 лет назад у них было сколько у нас сегодня мы отстаем значит на 40 лет грубо у них сейчас если возьмете большие страны европы испания италия франция великобритания германия самая маленькая 81 самое большое 83 франции и япония 84 из крупных стран то есть больше нас на 11-12 а в чем основные факторы только лишь уровень доходов или что-то еще нет конечно не уровень доходов нет это большой клубок факторов большой клубок факторов социальная жизнь какие у вас жилищные условия вы знаете что у нас 23 процента жилья не имеет канализации нет не знал первый раз расскажу 21 процент не имеет холодной воды колонку идите колодец колонка у нас школа не имеют канализации часть школ школа больницы не имеют отдельно канализации есть 40 процентов не имеет ни ванны душа 40 процентов жилья жилья в россии до включая сельское жилье потому что мы не можем селян отдельно да 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 это русский народ понимаете это 38 миллионов живет на себе это не шутка понимаете и в малых городах очень мало много имеет вот не имеет канализации тогда же старые дома и 40 процентов не имеет горячей воды поэтому это не жилье это сарай комфортного жилья комфортно я считаю только вот эти вещи я не говорю про кабельные телевидения ну да да базовая то что называется самые 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 элементарные у нас 16 квадратных метров на душ самая плохая европейская сторона начинать с 30 метров комфортного жилья а нормальная сторона но германия франция имеет 40 ушами мить 64 норвегии мить 70 но это конечно напрямую завязано на экономическую ситуацию в стране и так быстро это не решайте в этих скученных условиях самое большое количество детей и самое большое количество детей в бедных семьях даже если вы получаете 30 тысяч зарплату и ваша жена 20 но у вас 5 детей вы нищие да или трое детей разделить у вас будет меньше прожиточного минимума при высокой зарплате поэтому мы это очень серьезная проблема жизнь детей и у нас худшее здоровье иметь дети вот и самое плохое у нас здоровье у трудоспособных на 100 тысяч трудоспособных у нас умирает в три с половиной больше людей чем в западных странах у нас 24 процента всей смертности трудоспособные из них 80 процентов мужчин смертность мужчин в трудоспособном возрасте в четыре раза больше чем женщин у нас умирает 470 тысяч трудоспособных в год и в шестнадцатом году как недавно отметил президент владимир владимирович путин вот у нас в последнем году увеличилась смертность трудоспособных к сожалению а что делать в этой ситуации вопрос ну как бы ситуации что делать да ничего хорошего моя точка зрения я давно проповедую очевидные вещи но они не делаются это катастрофа прежде всего нужно правильно оценить правильно оценить что это катастрофическое положение хотя в последние 10 лет мы улучшили с прошлым сравнить у нас было еще хуже то есть есть положение но надо не назад смотреть а надо смотреть на того кто впереди тебя но это дело рук самих утопающих или все-таки здесь должны быть задействовать институты и самое главное что надо сделать первое если у вас где-то катастрофа вам нужно что-то обязательно решите это жизненно важно то самое лучшее что можно сделать это перейти на программно-целевой метод управления так нужно создать программу сокращения смертности от ишемической болезни это 30 процентов всех умерших ишемическая болезнь сердца инфаркт как завершающий затем создать программу противоинсультную это 20 процентов смертности но немножко меньше 15 антираковую это еще 15 процентов смертности и у нас огромная смертность 4 5 раз выше чем других странных от внешних причин это смертность на дорогах это самоубийство убийства пожары утопленники отравление алкоголем травмы вот эти причины это 80 процентов все смертность какую-то часть из за из того что вы перечислили можно решить несколькими способами и например вот мы говорим нужно уменьшить смертность томат ишемических болезней сердца там или раков или что-то еще самый простой путь как мне это кажется направить финансирование увеличить количество там клиник обучая обучение врачей закупка медикаментов но решает ли при этом глубинные проблемы потому что там инфаркт инсульт зачастую является средством стрессовой ситуации неблагоприятной жизни в семье таскать отсутствие работы там что-то еще и прочее прочее конечно увеличить уровень медицинского обслуживания это безусловно снизит количество болеющих но не боюсь что не изменит причины почему возникают вот этот огромный клубок проблемы болезни вот давайте мы поговорим во второй части программы о том что должно входить в эти программы только ли там повышение качества медицинского обслуживания или что-то еще и в принципе возможно ли это сделать такие друзья сейчас мы прибрёмся на рекламную паузу здравствуйте дорогие друзья мы продолжаем программу новое качество жизни и с вами ведущие артур сагаманян и василий богданов да спасибо артур здравствуйте друзья напоминаю что сегодня у нас гостях профессор академии народного хозяйства государственной службы при президенте россии академик российской академии наук а белгезович агамбегян еще раз здравствуйте так вот продолжаем остановились на самом главном вопросе да вроде бы на первый взгляд нужно направить усилия вот на целый ряд направление где самая большая смертность но это же комплексный вопрос вот что вы считаете более важным там что первостепенно или или целый комплекс надо одновременно решать смертность конечно зависит от очень многих причин можно было бы раза в два сократить смертность в трудоспособном возрасте за счет усилий медицины сочетание с усилиями самих людей их нужно в этом убедить если вы позовете кардиологов и спросите их что нужно сделать чтобы уменьшить смертность два раза вот сидеть они вам все напишут по пунктам и скажут могут посчитать сколько это стоит понимать в чем дело у нас есть уровень экономического развития который характеризует сколько у стороны богатства денег и так далее мы по уровню экономического развития в мире сороковые это валовый внутренний продукт на душу населения еще не 150 стран мы сороковые мы уступаем 25 развитым странам пяти семи странам постсоциалистическим словения чехия венгрия так далее и уступаем южной кореи тайване сингапуру и арабским эмиратам из-за того что у них много нефти все а в советское время мы все дальше мы выше мы выше и мексики и алжира то есть не такой же плохой результат нет прекрасный мы не бедная страна не бедная мы страна понимаете у нас уровень экономического развития а по продолжительности жизни мы сто пятые понимаете не сороковые а сто пятые о чем это говорит о том что мы можем очень быстро поднять мы уступаем китаю по продолжительности жизни мы уступаем армении там вообще на 7 лет который в три раза нас ниже уровень жизни питания хуже все хуже нет в армении показателя близкого к россии понимаете а продолжительность жизни больше во всех странах больше понимаете мы в ужасном в этом смысле состоянии но это все таки развитие медицины специалисты вам скажут что нужно если вы целенаправленно чем-то занимаетесь вы можете этот вопрос решить а если вы даете деньги чтобы больница существовала без целевых показателей без того что вы целевым образом эти деньги дать то деньги растекаются и толка нет понимаете мы можем в короткий срок продолжительность скажем смертность в трудоспособном населении четырехсот семидесяти тысяч уменьшить до двухсот пятидесяти до трехсот кстати это сколько жизни а что для этого на все таки можем как для этого очень много надо для этого надо первое чтобы во время скорой помощи если у вас инсульт инфаркт или что такое близко к этому чтобы вы там был врач а не фельдшер что не фельдшер который имеет право вам дать специальное специальное лекарство при котором вы не умрете до больницы и нужно вас повести в больницу специализированную специализированную у нас же анекдот у нас основные кадры в федеральных больницах самые квалифицированные кардиологи где у бакерии у чазово но вы туда не можете вести по скорой помощи вы по скорой помощи должны вести в нормальную московскую больницу где нет таких кардиологов близко как у бахери которые не могут вас сразу положить на стол и оперировать у которых техники даже нет настоящей в ряде случаев чтобы как следует обследовать что с вами произошло поэтому это вопрос очень решаемый а есть какие-то оценки сколько это могло бы стоить сколько времени это могло бы занять это ерунда стоит ерунда с точки зрения жизни понимаете чем дело у нас даже стоимости жизни нет нет вот сейчас в ленинградском метро погибли люди вы знаете сколько выплатили на человека нет миллион это 15 тысяч долларов вот цена жизни надо сначала понять что один человек стоит 200 тысяч долларов минимум в россии что нужно 10 миллионов а не один миллион давать если человек погиб по вине государства важно понять что сокращение смертности это огромная эффективность это намного эффективнее чем построить новый завод высокотехнологически ты понимаешь что значит сохранить жизнь ста тысячам трудоспособных трудоспособных один трудоспособный сколько сколько во первых в год вырабатывает продукции посчитать сколько он приносит семью доход представь ты кормилица ты помер что делать с твоей семьей она сразу опускается на дно она сразу пополняет состав бедных ты ты же ее кормил ты же вновь внес основную зарплату а ты не дожив 60 лет умираешь 40 процентов мужчин умирают не дожив 60 лет ну что это такое понимаешь и это можно очень быстро поправить если этим специально заняться нет проблемы более важной когда нам нужно было решить проблему атомной бомбы что мы сделали мы создали специальное управление собрали ученых да 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 мы выделили руководителя научного курчата мы создали специальную организацию которые все координировали почему это нельзя сделать по сокращение смертности от ишемической болезни есть такие организации но нужно им дать силу нужно дать финансирование а по вашему мнению такого рода проекты должны запускаться и действовать в рамках системы здравоохранения или должна быть президентская программа или что должна быть президентская программа проблема смертности далеко вышла за пределы любого министерства и любого правительства эта проблема общенародная важно понять что в россии нет более острой проблемы чем сокращение смертности слушайте 20 человек погибло все стоят на 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 голове объявляют траур понимаете в россии есть вице-президент или это зам предсовмина туда едет президент значит этим занимается президент шанс звонит нашему президенту выражает соболезнование а сто тысяч умирает неизвестно от чего никто этим занимается всерьез так как нужно этим надо оценить понимать вот четыре семьдесят тысяч у нас людей умирает в способном возрасте если бы мы были европой ну применить показатели европы к нам понятно то умерло бы сто тридцать тысяч сто тридцать и 470 вы понимаете 30 с лишним раза а по вашей оценке если например вот все таки я вернусь к этому вопросу сделать такой проект в чем измеряется вообще объем инвестиций то сотни миллиардов рублей десятки миллиардов это триллион триллион минимум минимум триллион и лет 10 у нас восемьдесят шесть триллиона балловый продукт полтора процента меньше меньше полтора процента 1,3 процента триллиона и я могу сказать откуда можно триллион взять вы знаете сколько денег у сбербанка 22 триллиона 22 триллиона а сколько денег у государства банков 50 триллиона и как они используются посмотреть сколько на них покупается иностранных бумаг не на триллион уверяю вас намного больше сколько там без дела лежит денег а сколько обесценивается золото валютных резервов в год мы теряем из-за того что они лежат замороженные заморожены минимальными процентами нам никогда не нужно будет 400 миллиардов пока не было в нашей истории время когда больше двухсот миллиардов нам надо было ну возьми из них сто миллиардов используя на какое-то дело нет я буду сидеть вот так пусть люди голодают пусть бедных пять миллионов прибавляется наше государство единственное где внешний долг 3 процента валовым продуктам в европе 86 в ша 110 в японии китай 200 то есть можно найти деньги если захотеть ну да как же даже может 30 миллиардов есть есть кто-то в правительстве или в аппарате президента или среди государственной думы совета федерации кто разделяет вот ваши идеи и поддерживает вот что эта задача повышения продолжительности жизни и качества жизни просто людей она важна или в принципе это мало кому интересно нет так нельзя про наших людей говорить что мало кому ну даст продолжительная жизнь во первых об этом час сам президент говорит если бы вот вы сейчас могли обратиться к своим коллегам или к руководителям страны чтобы вы сейчас коротко буквально тезисно предложили пожелали сделать прямо здесь и сейчас в ближайшее время у нас главная задача возобновить экономический рост все наши ресурсы они заключаются в росте если вы не растете у вас не появляется дополнительных ресурсов и вы ничего не можете дополнительно делать потому что вы делаете сегодня поэтому это ключевая проблема от чего зависит экономический рост от трех вещей первое от объема инвестиций в основной капитал второе от объема вложений в человеческий капитал то есть в умение знания людей и третье надо создать условия чтобы эти два фактора правильно были вложены в нужное дело и чтобы мы не было бы препятствий спасибо создать условия а все остальное производная если будет экономический рост будет и социальный рост социальный рост без экономического роста невозможно спасибо большое был герзвич за интересную дискуссию дорогие друзья на этом мы завершаем нашу передачу нас гостях был а был язвич аганбегян и ведущие василий богданов и артур сагманян спасибо до новых встреч а